Мы с Асхат Хазратом сегодня встретились в городе Стамбул, вы видите за нашей спиной мечеть Султан Ахмед. И Асхат Хазрат попал в Стамбул после совершения такой маршала благородной миссии. Он был в Ливане, в лагерях сирийских беженцев, куда летал вместе с миссией фонда Закат по передаче гуманитарной помощи. Ассаляму алейкум ахатуллаху и баракатуму, уважаемый шейх Руслан, братья и сестры, альхамдуллах. Помил с Аллаху субхану ате аля, вот мы с шейх Русланом встретились в Астамбуле. Как раз прилетели вчера, я прилетел вчера из Ливана, альхамдуллах. И помил с Аллаху субхану ате аля, полетели мы в Ливан под руководством муфти Москвы, Ильдар Хазрат аль-Уддинова с фондом Закатом, чтобы оказать элементарную помощь нашим братьям, сестрам, беженцам из Сирии. Также помимо этого мы навестили бедные семьи, ливанские семьи. У них сейчас очень сильная там тоже нужда. Кризис. Кризис сильный, да. Также палестинских беженцев мы навестили. Вроде всяких поездок, во-первых, мы как самим себе берем пользу напоминание. Как Аллах субхану ате аля в Куране говорит, вот только ль айяму не дайву ль гадайна нас. Эти дни это как колесо истории. Сегодня в нашей стране так, в нашем городе так, завтра может все по-другому. То есть эти наши сирийские беженцы, братья и сестры тоже жили когда-то в дорогих домах, альхамдуллах. Там у них были машины, работа. То есть они ни о чем не думали, что так с ними произойдет. И Аллах субхану ате аля испытал их этим. Они оставили свои дома и живут теперь в лагерях на бетоне, в палатках спят и ждут, когда им протянут руку помощи. Поэтому для этого, чтобы, во-первых, себе напомнить об этом, просто и благодарить Аллаху субхану ате аля за все минусы, которые Аллах субхану ате аля нам дал. Также, чтобы протянуть руку помощи нашим братьям и сестрам. Ведь, как сказал, там очень много сирот, субхану ала. Когда смотришь на них, сердце кровью обливается. И даже для того привязывается твое сердце к ним, не хочется туда уезжать. Я и тот, кто смотрит за сиротой, со мной будет на таком расстоянии в раю. Указал на указательный палец и на средний палец. То есть рядом со мной будет в раю. И также, альхамдуллях, там были ситуации, чейху-слан, когда у человека нету даже котельом, то есть пропитанное на один день. И когда им дают, что покупаешь буханку хлеба, они плачут от радости. И при этом всем говорят, альхамдуллиллах, альхамдуллиллах, то есть благодарят Аллаху, субхану ата'аля. И то есть радуются и благодаря себе, что Аллаху, субхану ата'аля. Дорогой Хазарат, вы еще говорили, что эти люди, как бы они стесняются даже просить, что они на самом деле не попрошайки, что они не профессиональные, нищие, что это люди, у которых когда-то был достаток, они с достоинством держатся до сих пор, несмотря на то, что у них как бы сейчас испытания отобрали, все. Альхамдуллиллах, субхану ата'аля, субхану ата'аля, субхану ата'аля. Просто дети, маленькие дети, которые живут без родителей, да, там, субхану ата'аля. То есть у них все было, все было, как мы с вами сейчас живем, в хороших, просторных домах, квартирах, машинах. Так же с ним было, и в какой-то момент все у них, это Аллаху, субхану ата'аля, забрал, и они остались жить в лагерях, живут на песке, ждут, пока им протянутую руку. Но опять же, альхамдуллиллах, что они нравятся, то, что понравилось, да, вот у них есть иман, силы, веры, они, то есть, они, сердце не полагается на людей. Они говорят, ну, нас, Аллах, субхану ата'аля, кормят, нас, нам, Аллах, субхану ата'аля, даст выход из этого положения. Значит, Аллах нас любит, потому что он нас так испытывает, субхану ата'аля. Поэтому такие роды поездки, альхамдуллиллах, они, то есть можно было, даже вот, как сказал, вот, Эндар Каджат, говорит, у меня часто говорят, я муфти Москвы, например, да, то есть, почему ты не отправляешь людей, чтобы они сами там поехали. Я сам хочу, говорит, почувствую, прочувствую, потому что баракат, это нам самим нужно. Это как бау'ида, это как наставление, как напоминание, чтобы благодарить Аллах за каждую милость, которую он нам дал, чтобы прочувствовать это. И когда тот, кто не просто там поручает кому-то что-то сделать, когда сам ездит, смотрит, видит, то есть поднимается, заряжаешься внутри, благодаришь Аллаху субхану ата'аля за то, что он тебе дал, и это побуждает тебя. Потому что мы часто слышим или смотрим по телефону, по телевизору, это не то. Когда мы там находимся, когда живой спал, да. Поэтому хотел благодарить всех участников, которые, Аллахун, Дакаты, и всех братьев, которые также помогли, Аллаханду Лля, на этом пути. И самое главное, братья, вот что хотел обратиться, делайте дуа за наших братьев, за наших сестер, за притесненных мусульман. Некоторые думают, всего лишь дуа, это неправильно понимание. Это Аллаханду Лилля, дуа Силлаху Муамин, это оружие верующего. это самое великое, что мы можем делать с вашего позволения я бы хотел добавить пару мыслей вы знаете, Аллах Всевышний в момент может изменить положение человека те, которые жили в достатке могут оказаться просто на руинах своих домов и городов и потом попасть в лагеря беженцев где у них нет ни электричества даже деревянного пола нет они просто на щебне на голой земле стелят у них даже не было матрасов, чтобы постелить вот в одной из миссий я тоже сопровождал Ильдар Хазрата мы привозили поролоновые матрасы чтобы они хотя бы постелили на голую землю и спали дети с камнями играются просто в холодные ноябрьские вечера они играются на улице с мокрыми камнями после дождя и вы знаете, я в такие минуты, как Хазрат говорит что Аллах меняет положение людей я вспомнил, были мы как-то в Саудии ездили в Умру и нас пригласила очень богатая семья из семей, которые работают в Сауде-Аранко это нефтяной гигант это гигант просто богаче, наверное, IPM активов это нефтяная компания саудовская и вот они говорят, они пригласили нас на ферму в Бадре, у них верблюжья ферма и мы сидели, пили верблюжье молоко под звездами и они говорят мы же не всегда жили так богатые у нас были, говорит, годы, когда мы голодали мы, говорит, охотились на жаворонков жаворонок это что, как мышка мы, говорит, считали за большое счастье когда приходили богатые караваны, паломников и они кого считали богатыми караванами, богатыми паломниками, египтян это 30-е годы 20-го века, до Второй мировой войны египтяне, мусульмане из Индии были, считались в Саудии богатыми и дети, говорит, наши ходили за этими караванами подбирали кусочки хлеба, которые не доедали сами, говорит, худжаджи то есть паломники но, говорит, время изменилось Аллах изменил, говорит, наше положение и мы сейчас сегодня, говорит, одни из самых богатых, говорит, в мире мусульман, и мы не должны забывать о том, кто остался беднее нас вот точно так же Аллах Всевышний может в любой момент дать и отобрать и если мы сегодня живем более-менее в относительном достатке, или хотя бы сводим концы с концами в России в других постсоветских странах мы должны помнить, что Аллах Всевышний может в любой момент у нас отобрать, и мы можем оказаться в таком же положении, и чтобы Аллах Всевышний и по Его милости верующие нас не забыли, мы сегодня должны заботиться о верующих и как Хазрат сказал еще неизвестно в каком положении окажемся мы и эти нуждающиеся в судне денег может быть, мы будем на них смотреть с такой, понимаете братской завистью, что они перед Аллахом оказались более возвышенными с какой многие из них могут сегодня смотреть на нас и в Аллахе по сравнению с милостями которые мы получаем в этом мире милость, которую мы получим в судне деньги вечно, вечно вилась в заключение хотел бы сказать Шех Руслан где Пророк Мухаммад сказал Познай Аллах когда тебе хорошо и тогда Аллах Познает тебя не оставит тебя без помощи когда тебе будет нужна так сильно его помощь поэтому я к чему это хотел сказать хабиб Пророк Мухаммад не забывайте братья и сестры что у нас есть братья есть у нас сестры которые в Аллахе живут сейчас в чашком времени у которых притеснем у которых нету даже что-то на один день хлеба покушать поэтому не забывайте о них делать дуа также есть возможность как-то помочь через фонды через фонд Закат через другие фонды которые помогают но самое основное это просите дуаи и всем нашим братьям которые оказались и всем нашим братьям